Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру по названию Микутса на PS2. Итак, в прошлой серии я участвовал в турнирах различных. Так, также я за кадром... Так, подождите. Ты заигрестрил Казума-сан? У тебя ещё есть вопросы? Каковы правила? Каковы правила? Итак, ты хочешь узнать правила? Это основные правила, в каждом турнире есть дополнительные правила. Что ж, тебе желаю удачи. Так, вот я за кадром сразился. В остальных трёх боях повторно, чтобы везде было по шесть побед. И... Ну, то есть победа, это в смысле победил противника, а настоящие победы, вот, их по две. В самом турнире. Но ничего нового не открылось, так что я думаю, можно отсюда уйти. Так, также у меня ещё доверие Харуки не поднялось на максимум. Так, я не знаю, что мне делать. Каги у себя на месте нету. Спуститься вниз мы тоже не можем. Я, кажется, знаю, что нужно делать по сюжету. Но вот не знаю, нужно ли мне дальше двигаться по сюжету. Или мне нужно сначала доверие Харуки на максимум поднять. Ладно, давайте, знаете, что я попробую сходить вот этот вот в ларёк, в лотерейный ларёк. И посмотрю, что же там скрывается. Там тоже что-то подпольное. Может быть, подпольный клуб. Или подпольное казино. Хотя у нас и так уже есть подпольное казино. Две штуки аж. Может, ещё одна подпольная арена. Ты, старик. О, мой ученик, ты жив. И так я не... Так, неимоверно счастлив. Ты пришёл на очередную тренировку? Хорошо. Хм, ты достаточно натренировал свою технику и тело. Ты готов приступить к следующему... А, ты готов приступить к следующему занятию? Да. Ты готов. Сатаро Кумаки. Понял? Давай, начинай разогреваться. Уклоняйся от всего, что я в тебя бросаю. Будь готов. Ах ты ж... Ты как так-то? Я не успеваю. Смотри сюда. Я говорил тебе уклоняться. Сосредоточься. Да я не успеваю. Я не успеваю. Да капец. Я серьёзно, я не успеваю. Хм, недостаточно хорошо. Хочешь попробовать снова? Так, тут, короче, проблема заключается в том, что... Я не знаю, когда он будет метать... Свой нож. А когда он уже начинает метать, я не успеваю увернуться. Я нажимаю на кнопку, но... Казму медлительный. Единственный способ... Единственный способ уворачиваться, это просто... Эй, блин. Это заранее уворачиваться. Это вот так вот. Блин. Вот видите? Если он замахнулся, я уже не успеваю. Да ты задолбал! Ты чё творишь? Так. Отлично. Хм, хорошее движение. Похоже, ты будешь способен справиться со следующей техникой. А теперь, уклонившись от того, что я брошу, нанести мощный удар. Будь готов. Уклонение в школе Камаки. Нажми треугольник во время уклонения. Так, тихо. Не всегда срабатывает. Я чё-то не понял Ты не понял? Так, сейчас же был Вот сейчас был ворот Почему-то не всегда срабатывает Это уже не честно Ты задолбал Да хватит Сейчас сработал Не сработал, блин Я уже дважды уклонился Да хватит Так Да хватит Понятно Вот он иногда просто стоит И ждёт чего-то Вот это самое сложное А иногда просто не засчитываются Вот это ты Да блин Я не знаю как Да хватит Да хватит А вот сейчас А вот сейчас почему-то засчиталась Он ещё не всегда хочет бить Я вообще не понимаю Как это работает Я идеально делаю Она не засчитывается Я делаю как-то косячина Иногда засчитывается Иногда нет Да блин Да блин Это просчитывается Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты никогда не выиграешь бой, если будешь постоянно уклоняться. Нанеси своему противнику мощный удар, применив эту технику. Так, я думаю, нам стоит прокачать технику. Не трогай левый рычаг. Так, уровень размах. Так, отлично, мне надо 30 тысяч. И я прокачаю умения на максимум. Но опыт меня еще пока что не начисляют. Так что ж, ладно, надо сбегать. Валарек лотерей. А палатку Супер Лото находится на углу улицы Накамичи и Бульвара Тахей. Поговори с женщиной в лотерейном киоске. Она покажет тебе очень интересное место. Ой, блин. Так. Ай, подождите, он туда пошел. Тут недалеко как раз с башней Миллениума находится. Жаль, что такси туда не ездит. Вот рядом с башней Миллениума находится этот самый киоск, в который я хочу сейчас попробовать сходить. Я на всякий случай вначале сохранюсь. Потому что вдруг потом там произойдет что-то сюжетное. И я не смогу гулять с Харукой снова по городу. Так, подождите, я не туда бегу. На всякий случай надо сохраниться. Я уже один раз... Так, ходил... Подходил к этому киоску, но... Потом ушел. Ладно, давай сейчас проверим, что же будет. Так, если я скажу пароль... Так, подождите. Где-то вот здесь. Говорить. Купи... А, купи там лотерейный билет. Хорошо, я понял. Эй, там, ты выглядишь как будто о чем-то усиленно думаешь. Они сказали тебе? Подожди, здесь. Тебе надо купить деревянные щепки за 100 тысяч йен перед тем, как войти. С тобой все в порядке? Да. Хорошо, вот тысяча очков за 100 тысяч йен. Удачи. Подождите, это что, казино? Блин, это похоже казино. Да, это казино. Скорее всего. Или нет. Не похоже это на казино. Так, я не могу внутрь зайти. Так, давайте поговорим с этим мужиком. Сэр, не могли бы вы объяснить мне, как играть? А, что-то я не... Это же слуга говорит. Сэр, может вам объяснить, как играть? Да. Ладно, позволь мне объяснить. Игра начинается, когда торговец выбрасывает пару кубиков. Все, что нужно, это угадать, выпадут ли четные или нечетные числа. Когда торговец выбрасывает кости, постарайся отгадать общую сумму. Если ты думаешь, что будут нечетные, ставь на нечетные. Если думаешь, что четные, ставь на четные. Выбрав четные или нечетные, сделай ставку. Остальные азартные игроки тоже будут загадывать одновременно. И ты сможешь видеть, что они выбрали, прежде чем примешь свое решение. Удачи! Иди! Пять и два! Выигрыш! Сэр, вы нянька? Займите чем-нибудь свою дочь. У тебя проблемы? Нет проблем. Еще одно. Но мы не предлагаем детский тариф. Начнем. Хорошо, делайте ставки. Четный. Эта девочка любит поиграть. Четные. Ты готов? Начнем. Удачи. Четные, четные, так. Казума, сколько ставим? Ставим. Используй кнопку направления, чтобы сделать ставку. Она сказала четные. Так, все деньги поставим. Так, ладно, давайте. Десять. Ровно, странно. Блин, что значит ровно, странно? Я думаю, что ровно это четное, а странно это нечетное. Кстати, я знаю одну фишку. Эти кости, не помню, в Японии и в Китае вроде играли. Короче, я знал какую-то фишку, там можно было под... Как сказать, подделать четное или нечетное. Короче, там как-то иголкой что ли, что-то там... Снизу, короче, кубики подталкивали. Но не всегда это получалось сделать. Ставим десять фишек на... А на чем мы ставим? Кости готовы открыть. А на чем мы ставим начетное? Будет парное. Неплохо. Начнем со следующей. Я хотел все деньги поставить, кстати. Ты готов? Начнем. Удачи. Нечет, нечет. Харука, пара. Так, ладно, давайте мы попробуем играть как я хотел бы. Ладно, давайте посмотрим, что будет, если я проиграю все деньги. Или что будет, если я выиграю. Так, Харука говорит четное. Мне кажется, Харука будет угадывать, и тут какое-нибудь происшествие произойдет из-за того, что мы выиграем. Сказуем, я доверюсь. Сколько ставим? Короче, ставим все деньги. Кости... Кости готовы. Открыв... Открываемся. Будет парное. Но я знаю то, что это заскриптованная сцена. Неплохо. Неплохая девочка. Начнем со следующего. Ты готов? Начнем. Удачи. Харука, пара. Харука говорит пара. Сколько ставим? Все, что есть. А, тысячу можно только ставить. Ну ладно, тысячу так тысячу. Кости готовы. Открыть? Даже если я сейчас проиграю, я останусь в плюсе. 2,6. Пара. Ну парная, четная. Неплохо, девочка. Начнем со следующего. Нечетная. Ты готов? Начнем. Пара. Что, серьезно? Я, кажется, знаю, в чем прикол. Смотрите. Тут еще можно смотреть на ставки. Короче, та, которая ставка выше, им не выгодно, чтобы она выиграла. То есть, смотрите, вот, нечетная, я так понимаю, снизу, это будет 6 тысяч, они, ну то есть, 6 тысяч фишек выиграют. Ну, это же ставка, они, они удваивают, нет, они утраивают, или сколько получается. Я что-то не совсем понял, как это работает. Ну, короче, они, если выпадет нечетная, они больше денег проиграют, если выпадет четная. Мне кажется, Харука знает, как это работает. Костя готова открыть. Два и четыре. Ты готов? Начнем. Харука. Опять пара, говорит. Ну, смотрите, нечетная больше выпадает. Оказывается, я доверюсь честью Харуке. Сколько ставим, используя кнопку направления, чтобы сделать ставку. Я так и думал, то, что Харука будет побеждать. Костя готова открыть. Причем она делает ставку после того, как все остальные сделали. Два и четыре. Опять выпало два и четыре. Ты готов? Начнем. Сейчас все пара. Чет-чет-чет-чет. Опять нечетная. А Харука говорит... А Харука что сказала? Блин, Харука сказала, наверное, четная, я так понимаю. Нет, мы сейчас проиграем. Вот сейчас мы, скорее всего, проиграем, потому что... А, нет, вы играли сорвано. Я думаю, до нас должны докопаться уже охранники, типа, мы постоянно выигрываем. Пожалуйста, извини, я вернусь через минуту. В эту игру очень просто, правда? Думаю, мне везет. Повтори это еще раз. Поскольку моя удача тебе помогает, угости меня чем-нибудь. Никаких проблем. Сейчас драка начнется. Извините за задержку. Это зов природы. А давай продолжим. Начнем. Начнем. Вперед. Следующий. Нечетный. Так, вопрос. Он куда-то ходил, он там что-то менял. Ты готов? Начнем. Удачи. Харука, нет. Казума, я доверяю инстинктам Харуки. Сколько ставим, используя кнопку направления, чтобы сделать ставку? Ну, слушайте, во-первых... Я, блин, не знаю. Постоянно четное ему выпадает. Может, он ходил, короче, договаривался с тем, кто снизу. Тот, кто иголочками, короче, под... Скорее всего, тут жульничает. И он, скорее всего, договаривался, чтобы нечетное было. Хотя, откуда он... Как они между собой общаются? Вот вопрос. Четное, нечетное. Он просто хочет, чтобы Казума проиграл, мне кажется. Или же, там какой-то другой механизм, который... Типа, работает, и он его перенастраивал, что вряд ли. Потому что механизм-то не будет знать, какие цифры выпали. Ну, давайте мы десяточку, наверное, поставим. Рискнем. Костя готов открыть. Конечно, четное уже слишком много... 2,4. Слушайте, а у него постоянно 2,4 выпадает. Плохо, сэр. Начнем со следующего. Сядьте на свое место, сэр. А... Убери прочь свои руки. Какого черта ты... Какого черта ты делаешь? Убирайся отсюда. Извини. Эй. А? Мистер. Погляди только, что это за чертовщина? Это пара твоих костей. Жульничек, что здесь происходит? Негодяй. Эй. Убирайся. Он жульничал. Выширайте его. Что? А? Боссы ямы. Ну, я так и думал, что они жульничают. Правда, тут какой-то механизм в кубике. Это... Так, их слишком много. Так, у меня есть идея. У меня, кстати, есть гранаты. Давайте испробуем их. Вспышка закрывает поле зрения врага на определенном расстоянии. Так, давайте использовать. Так, а как ее использовать? Так. А, это дымовуха. Так. Да хватит. Я хочу оружие подобрать. Так, дубовый меч. Так, тихо. Кинжал. Кинжал Матамия. Так, один на один деремся. Так, кинжал сломан. Так, подождите. Я тут что-то мог взять. Или я мог его в захват только. А, это... Это захват. А, это... Так. Продолжение следует... Так, отлично. Так, всё, победили его. Я так и знал, что они жульничают. Он ходил, короче, потому что... Он сказал, чтобы Казума проиграл специально сделать. Постой! Не надо больше! Ты подлый жулик, играл с нами как с дурачками. Знаешь, что тебе придётся сделать, чтобы мы... Чтобы компенсировать нам это. Нет, простите меня. Сэр! Я глубоко сожалею об этом. Я отвечаю за это заведение. Мы только сегодня его наняли. Какое невезение для нас. Я приношу свои извинения за его постыдные действия. Он заплатит за неудобства, которые причинил нам. А, которые причинил вам. Нет, не надо! Давайте дальше, мы всё уладим сами. Конечно, так же вам компенсируют всё. Мы как раз уходили. Остальное я оставлю вам. Я очень сыню ваше участие. Спасибо за понимание, удачи и хорошего настроения вам. Учтивость, она сказала, наверное, не участие. Из-за того, что субтитры быстро пропадают... Мне приходится некоторые слова додумывать. По первым фразам. Вы получили 100 тысяч иен вознаграждения. Дейт. Нет, давайте мы на этом завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Пора отвезти Харуку в чистилище. Блин, точно. Но мы, наверное, с Харукой можем погулять ещё? Ну ладно, давайте мы на этом закончим серию.